Бог добр. Бог безгранично любящий, и он любит каждого из своих детей. И мы хотим, чтобы все больше и больше людей осознавали это. Так что же такое деконструкция? Я часто использую это слово, но что оно на самом деле означает? А почему евангелисты ненавидят слово деконструкция? В прессе и в евангелических кругах много негативной реакции против деконструкции, потому что есть страх, что если людей подвергнуть деконструкции, то они будут потеряют свою веру или, что более вероятно, покинут евангельские места. Так что же это на самом деле такое? И я верю в это, и это определение я нашел в интернете. Религиозная деконструкция это разрушение теологических предпосылок и верований с целью перестройки наших убеждений в соответствии с новой парадигмой. Я знаю, что это несколько многословно. Но эта новая парадигма или мировоззрение или способ смотреть на мир приводит к значительным изменениям, обновлению или трансформации нашей жизни. И часто системы религиозных верований, которые мы приняли, которым нас учили, в которых мы были запрограммированы или в которых мы воспитывались во время нашего воспитания. И во время нашего опыта общения с церковью и деноминационными течениями оказывают влияние на нашу жизнь, определенные убеждения, которые могут оказаться ложными. А если они не соответствуют действительности, тогда нечего бояться деконструкции, связанной с вещами, которые не соответствуют действительности. Если они верны, то они получат подтверждение. Так что у деконструкции нет никаких недостатков, потому что мы внезапно мы осознаем, что многое из того, что мы считали правдой, на самом деле совсем не так. Но Бог поможет нам в этом путешествии. Сомнения часто являются предвестником разрушения. И многие люди, опять же, особенно евангелисты, не одобряют сомнения, потому что они считают это негативной вещью, потому что вы сомневаетесь в Боге или в своем спасении. А это негативная вещь. Я верю, что это можно принять, и это следует рассматривать как возможность для перемен и преображения. Это вовсе не обязательно должно быть негативным фактором, если ты правильно к этому относишься. А когда ты в чем-то сомневаешься, значит ты не веришь в то, что это правда. Так вот, я не сомневаюсь в истинности Бога, в том, что Он реален, в том, что Он Отец, или в чем-то подобном. Но мое представление о том, кем на самом деле был Бог, отличается от нынешнего. Поэтому когда Он начал показывать мне правду о том, кто Он такой, у меня появился опыт безусловной любви, и я начал сталкиваться с безусловной любовью. И Он действительно начал показывать мне, что Он хороший Отец. Тогда я был воспитан так, чтобы думать о Боге, особенно о том, что Бог сердится и гневается. или вообще о том, что Он посылает людей на вечные мучения в аду. Все это начало меняться. Мой взгляд на Бога как на любовь, доброту, верность, все плоды Духа, все удивительные вещи, которые открываются о Боге, ничего из этого не изменилось. Но они просто стали более основанными на опыте. Так что я не думаю, что нам нужно бояться сомнений, и опять же многие люди, особенно евангельского толка, и я сам принадлежал к этому убеждению, так что я не собираюсь их критиковать ради этого. Я прошел через это, и только когда мои евангельские столпы моего сознания и убеждений были удалены, я смог начать видеть было много других вещей, которые были истинными. И особенно для того, чтобы испытать безусловную любовь и не запутаться в смешении заветов. Так что есть много вещей, через которые я прошел в процессе, которые привели к изменениям в моей жизни, к лучшему без сомнения. На самом деле нет никаких проблем подвергать сомнению некоторые вещи. И Бог не возражает против наших вопросов. Бог достаточно велик, чтобы ответить на наши вопросы. Он не беспокоится, что мы будем сомневаться в определенных вещах, потому что то, что истина, будет подтверждено, а то, что не истина, мы можем отбросить. Сейчас евангелисты боятся сомнений, потому что это привело некоторых людей к тому, что они стали атеистами с их точки зрения или ушли из церкви. И конечно же с этой точки зрения посещение церкви является абсолютной необходимостью. На самом деле мы и есть церковь. Если мы истинные сыны Божьи, то мы являемся выражением Божьего присутствия, где бы мы ни были, что бы мы ни делали. И вместе мы создаем корпоративную динамику. Но многое из того, что мы называем церковью, является религиозным институтом, от которого Бог хочет нас освободить. И многие люди, покинувшие церковь, не являются атеистами. Они просто оставили этот взгляд на церковь и на Бога, потому что поняли, что этот взгляд неверен. И из-за того, что им не помогли справиться со страхом и сомнениями, некоторые из них действительно отвергли Бога в результате этого. Потому что то, что они видели как Бога через эту евангельскую с другой стороны, разгневанный Бог, Бог, которого им нужно бояться, Бог, который накажет их навсегда. Они отвергли от этого Бога. Так что быть атеистом по отношению к Богу гнева, мщения и возмездия, это не так уж плохо. На самом деле я тоже атеист по отношению к этому Богу. Я не верю, что это и есть Бог. Я не верю в этого Бога. Поэтому я бы сказал, что я атеист по отношению к евангельскому Богу. Но у меня близкие личные отношения с моим отцом, и я знаю его и его любовь так, как я никогда не думал, что это возможно. И никогда не верил, что это может быть правдой, из-за того, как я был запрограммирован, чтобы увидеть его каким-то особым образом. Не встретившись с настоящим Богом на личном опыте, люди не смогут легко узнать правду о том, кто он такой, потому что это не интеллектуальное знание об этом. Но многие представители западного христианства стали очень интеллектуальными. Все дело в том, во что ты веришь о Боге, а не в том, каким ты знаешь Бога по своему личному опыту общения с Ним. Если ты примешь тот факт, что гарантированно существуют вещи, в которые мы верим о Боге, но которые не соответствуют действительности, и, вероятно, многие вещи, в которые мы верим о Библии, которые не соответствуют действительности, тогда это чудесное путешествие. В ходе которого мы узнаем, что такое истина, и, конечно же, испытаем Иисуса, который раскрывает себя нам более полно, и знакомит нас с Отцом в отношениях с Духом. Значит, мои встречи с Богом вызывают когнитивный диссонанс, что означает двоемыслие. У меня был опыт, но моя вера не соответствовала этому опыту, так что я должен все взвесить. И наша задача продолжать верить в то, во что я верил всегда, или я позволю опыту, который я только что пережил с Богом, начать изменять меня и менять мой взгляд на Бога. Потому что это тот самый Бог, которого я только что пережил. Меня воспитывали в евангельских кругах, чтобы я не доверял опыту, особенно эмоциональным переживаниям, потому что на них нельзя было положиться. Мне говорили, что реальность это все, что ты читаешь в Библии, и именно это мне и сказали. Ты веришь в то, что Библия говорит о Боге, а не в то, что ты можешь испытать, потому что по какой-то причине они боялись этого опыта. Так что я верил в библейскую версию Бога, который меня учили, потому что это был тот Бог, в которого я должен был верить, и меня не поощряли переживать Бога по какой-то причине. Я просто должен был поверить в Него, или довериться Ему, или иметь веру в Него, даже если я Его не знал. Так что мой опыт общения с Ним породил во мне динамику, которая заставила меня усомниться в Боге, которого, как мне казалось, я знал. Потому что на самом деле я не знал, кто такой Бог на самом деле, потому что Бог, которого, как мне казалось, я знал, вовсе не был Богом. Так что эти переживания бросили мне вызов и привели к тому, что я принял это как данность. От некоторых вещей было легче избавиться, чем от других. Некоторые вещи укоренились в моей душе, с некоторыми вещами мне нужно было вернуться к Богу и попросить Его раскрыть больше, чтобы я мог лучше понять это. Но в целом этот опыт нельзя было отрицать. И тем, кто говорил, что не доверяет опыту, а верит тому, что говорится в Библии, кажется очень странным, что Библия полна людей, у которых был опыт, который записан. Таких как Павел и другие ученики, которые встретили Иисуса, был опыт общения с Иисусом. Они описали свой опыт, и мы здесь для того, чтобы доверять тому, что они написали о своем опыте, но мы не можем доверять своему опыту, но именно так меня учили и воспитывали. Так вот, деконструкция не может происходить изолировано. Ты не можешь просто деконструировать это и ничему не верить. И я немного испугался, что это может произойти в моей жизни, когда Бог спросил меня, может ли Он разрушить основы моего разума. И Он показал мне девять столпов моей системы убеждений, которые определяют то, как я вижу мир, Бога и все остальное. И когда Он спросил, могу ли я убрать эти столпы, я немного запаниковал и сказал «да», но можешь ли ты делать это по одному за раз? На что Он улыбнулся и сказал «да». И первым столпом, который был разрушен, был евангелизм. И я не осознавал, насколько сильно это программирование было заложено в моих системах верований, и оно сформировало все другие системы верований, мое научное понимание и способ, которым я видел, что мир все еще был создан евангельской мыслью. Это было так мощно, а когда все это разобрали, это было похоже на игру в домино. Одно из них рухнуло, и все остальные неправильные убеждения и понимания начали рушиться одно за другим. Потому что за разрушением последовала реконструкция или обновление ума. Бог не хочет, чтобы у нас не было понимания или веры. Он хочет, чтобы мы верили в истину, испытывали истину на собственном опыте и познавали истину на собственном опыте. Оно основано на опыте. Когда вы смотрите на это слово и на то, как оно описано в Библии на греческом или иврите, у них не было понятия интеллектуального понимания, просто знание ради познания. У вас должен был быть опыт, подтверждающий то, во что вы верили. И Бог хочет, чтобы у нас были такие переживания, которые начнут обновлять наш разум, чтобы мы начали познавать истину в этой реальности. И это меняет весь наш образ жизни, то, как мы видим мир, как мы видим творение и все остальное. Таким образом, реконструкция — это обновление наших убеждений для создания новой парадигмы, но не просто убеждений, как в случае интеллектуальных убеждений, а убеждения, основанных на нашем опыте. И это создает совершенно новое мировоззрение, совершенно новую перспективу, совершенно новое чувство реальности, которое у нас есть. Тогда мы сможем начать смотреть на мир, на Бога, на все под другим углом зрения. И начнем иметь совершенно иную точку зрения на то, кто мы такие, как Сыны Божьи, и как мы призваны принять творение. Таким образом, реконструкция позволяет человеку обрести свои собственные убеждения, основанные на свидетельстве, а не на том, чем его кормили с ложечки большую часть его христианской жизни. Поэтому действительно важно, чтобы люди, чтобы каждый из нас имел свой собственный опыт и находил эту истину в отношениях с Богом. Чтобы у нас было свидетельство, которое, как мы знаем, является истинным. И никто не сможет опровергнуть это свидетельство, даже если они не верят в то, что мы говорим. Мы знаем, что это наше свидетельство, потому что у нас был такой опыт. Так вот, есть определенные вещи, которые помогают нам в этом. И есть определенные вещи, которые гарантируют, что мы просто не собьемся с пути. Именно так мы смотрим на то, что пережили, и затем оцениваем, является ли это чем-то истинным с нашей точки зрения, или это то, что мы должны подвергнуть сомнению. Так что у меня нет никаких проблем с тем, чтобы подвергать сомнению свои переживания, но как мне это сделать? Я не обращаюсь к Библии, чтобы проверить, правдив ли этот опыт. Я использую любовь, чтобы определить, является ли что-то истинным или нет, потому что я знаю, что если это не любовь, то независимо от того, что говорит Библия, это неправда. Поэтому мы должны подвергнуть сомнению некоторые вещи, о которых нам говорили в Библии, или то, что мы читали в Библии, чтобы на самом деле привести эти вещи в соответствие с истиной о том, кто такой Бог, как любовь. Значит, любовь — это мера всего. И если ты настроишь это чувство на инстинкт развлечения, скажем так, и потренируешься тренировать наши чувства, чтобы различать, что не является истиной, что не является любовью, тогда мы сможем смело вступить на путь познания, потому что это изменит и преобразит нас самих. Так вот, есть две основные причины, по которым евангелисты ненавидят идею деконструкции. Первая заключается в том, что она провоцирует постепенное раскрытие. И евангелисты боятся этого, потому что считают, что их убеждения являются ортодоксальным взглядом на все. Дело в том, что их точка зрения существует всего несколько сотен лет. И это определенно не точка зрения ранней церкви, но они считают ее ортодоксальной. Поэтому они боятся любого, кто получит откровение, не основанное на том, что они уже оценили как истину. Вот их доктрины, и мы не можем идти дальше этого. Таким образом, Бог не может открыть ничего нового, потому что Он уже открыл все в Библии, и поэтому нам не нужно ничего нового. И если что-то грядет, мы должны относиться к этому с подозрением, потому что придерживаемся ортодоксальных взглядов. Однажды меня обвинили в том, что я уклоняюсь от ортодоксии, что на самом деле я считал вполне достойным знаком отличия. И я как бы задумался, хорошо, а что такое ортодоксия? Я взглянул на это и как бы рассмотрел все это в целом, ну в общем это вера, которая есть у каждого человека в отношении определенных вещей. И вы могли бы сказать, что у каждой деноминации есть своя собственная ортодоксия. Но есть евангельская ортодоксия, которая принимает различные течения, будь то харизматичные, реформированные или кто-то еще. Но евангельская ортодоксия на самом деле всего несколько сотен лет. И она определенно не восходит к тому, во что верила ранняя церковь. И они, конечно, утверждают, что так оно и есть, потому что именно так они это видят. Они верят, что их ортодоксальность существовала с самого начала, но совершенно очевидно, что это не так. Если по-настоящему разобраться, где сформировались их убеждения и когда они появились. И особенно если посмотреть на ранних отцов церкви и на то, что они писали. Это сильно отличается от того, что говорят сегодня. Сейчас я был очень рад проехать по этому скользкому склону с радостью и самозабвением, уходя все дальше и дальше к своим евангельским корням. И эти корни поддерживали неправильный взгляд на Бога, в который я раньше верил. И я был очень рад отказаться от этого, даже если это бросало вызов нескольким людям, и им это не нравилось, и они, конечно, выдвигали некоторые обвинения в ереси и во всем остальном. Но знаешь, если тебя не называют еретиком, то, вероятно, ты еще недостаточно разобрался в себе. И я однажды невинно упомянул об этом на собрании церковных лидеров, а это были в основном англикане, методисты и еще несколько человек, харизматы и другие. И мы регулярно встречались в составе группы церковных лидеров, где я был председателем группы по местной церкви вместе, наверное, в течение семи лет. И я очень активно участвую в объединении и стремлюсь развивать отношения между лидерами. Я невинно упомянул о прогрессивном откровении, и ой, я увидел ужас на их лицах, как будто я каким-то образом совершил богохульство, употребив слово «прогрессивное откровение». А они сказали, о нет, откровение не может быть прогрессивным. Мы знаем правду, у нас есть правда. Так что я как бы бросил этому небольшой вызов. Я сказал, ну что же хорошо, то, что ты знаешь сейчас, отличается ли это от того, во что ты верил 10 или 20 лет назад. И большинству из них пришлось признать, что сейчас они верят во что-то по-другому, чем 10 или 20 лет назад. Вот я и сказал, что это прогрессивное открытие. Теперь ты знаешь, что истинно то, во что раньше не верил. Так что это была интересная дискуссия и путешествие с ними. Но, честно говоря, это была довольно тяжелая работа, потому что у них был укоренившийся страх перед прогрессивными христианами. Вторая причина, по которой евангелисты боятся деконструкции, заключается в том, что это часто означает, что евангелисты начинают сомневаться в шатком фундаменте своей теологии, на котором построена их теология. Именно это и происходит. Ты начинаешь понимать, что основы ортодоксальных евангельских верований, доктрин и теологии на самом деле не основаны на Библии. Когда ты по-настоящему смотришь на Библию в контексте того, кому она была написана и как она была написана, ты начинаешь понимать, что твое понимание того, что именно было написано, меняется. Библия говорит, что вы начинаете меняться по мере того, как сами проходите через этот процесс. Многие люди в наших евангелических церквях подвергают деконструкции, потому что, как мне кажется, это одна из основных систем верований, которая противостоит тому, что делает Бог, проявляя безусловную любовь и восстанавливая все таким образом. И я считаю, что это показывает, до какой степени евангелисты неправильно понимают свою теологию, потому что многие из них покидают церковь. Так вот, я знаю, что у Артура Берка был цикл лекций, и он действительно сказал, что одним из главных действий Бога является перемещение люди, вышедшие из религиозных, институциональных церковных структур. И люди начинают понимать, что то, чему их учили, и то, во что они верили, очень сильно отличается от того, что Бог открывает им, и что они сейчас переживают сами. Я был бы нечестен, если бы не сказал, что этот процесс труден. Иногда бывает одиноко, когда ты проходишь через этот процесс, и тебе, возможно, не с кем поговорить, и ты не можешь поделиться с кем-нибудь своими мыслями. И это здорово, если ты можешь найти друга или кого-то, кому ты доверяешь, с кем ты, по крайней мере, можешь поделиться и поговорить о том, что происходит в твоей жизни. Потому что это действительно помогает, когда ты можешь выразить это словами. Ты знаешь, у меня были люди, с которыми я мог поговорить, когда сам проходил через этот процесс. Так вот, с некоторыми из этих людей, знаешь, для начала я не был уверен, смогу ли поделиться тем, что у меня было, было своего рода открытием. Но я обнаружил, что могу, и что это помогло мне найти точку отсчета. На самом деле то, что мы делаем как министерство, и то, что я делаю онлайн, помогая людям, наставляя их, разговаривая с людьми, отвечая на вопросы, на самом деле служит ориентиром для поддержки и ободрения тех, кто находится на пути деконструкции. Это было так важно для моего путешествия и моих отношений с Богом. И я хочу, чтобы люди также почувствовали, что у них может быть безопасное место, где они могут продолжить свое путешествие и найти истину для себя, чтобы она стала их истиной. Первая часть моего путешествия по деконструкции действительно была связана со Святым Духом в 80-х годах, потому что я вырос в Методистской Церкви Братьев. Братской Церкви, где на самом деле не верили в крещение Духом, в духовные дары. Мне сказали, что они, как ты знаешь, были от дьявола, и поэтому им нельзя доверять, и поэтому тебе не следует иметь с ними ничего общего. Но у Бога на уме было совсем другое. Поэтому он подверг сомнению мое представление о Святом Духе, и в конце концов я крестился в Духе в середине 80-х. Это полностью изменило мой взгляд на многие вещи, потому что я смог ощутить Бога по-другому. Вторым шагом, который последовал очень быстро, была деконструкция моей эсхатологии. Когда я крестился в Духе, Бог в основном говорил со мной о том, как узнать о Царстве и Озовете. И по мере того, как я начал стремиться к этому пониманию, то, во что я верил относительно будущего, начало очень быстро меняться. И я продолжал это путешествие на протяжении последних нескольких лет. 30-40 лет на протяжении всего того, что я сейчас с этим делаю. Но мой футурологический взгляд на то, что должно произойти в будущем, и на то, что Библия в основном говорит о будущем, подвергся сомнению, и я очень четко пришел к точке зрения, отличной от той, что у меня была раньше. Впоследствии и совсем недавно, это привело к пересмотру моего представления о том, кто такой Бог, о заменителе наказания Аде, смешении заветов и множестве других тем, с которыми Бог начал сталкивать меня в основном в беседах и на личном опыте. За последние несколько недель я много рассказывал о И, и теперь ты понимаешь, что я считаю это ложной доктриной, которая подрывает истинную природу Бога как любви. И этот взгляд на искупление, основанный на замене наказания, искажает представление людей о Боге, когда они видят, как Бог наказывает Иисуса и изливает свой гнев на Иисуса. И все эти события, когда Бог был с Иисусом на протяжении всего этого, и между ними никогда не было никакого разделения, потому что они одно целое. Так вот, очень многие люди на самом деле борются с ветхозаветным представлением о Боге, и это вызывает столько путаницы, потому что они видят, как Бог совершает, предположительно совершает вещи, которые мы не должны делать, но Он совершил их. Или было написано, что Он это делал, но на самом деле я вообще не верю, что Он это делал, потому что Он не отрицал себя и не менялся. Вчера Он был таким же, как и всегда. Следовательно, именно мы пребываем в замешательстве из-за того, что нас учили о Боге Ветхого Завета и Иисусе Христе. Так вот, мышление евреев было недифференцированным, когда они рассматривали Бога, то есть они не отделяли добро от зла и Бога от сатаны. Так что если происходит что-то злое, то Бог должно быть допустил это или хотел этого, потому что именно сатана сделал это для Бога. Так что если произошло что-то ужасное, погибло много людей, значит это сделал Бог, но сатана сделал это для Бога. Они не могли по-настоящему отличить одно от другого. Иногда то, что вы видите написанным как Бог, совершенно очевидно, что это не Бог. Как мог Бог быть добрым и любящим, когда Он совершал эти ужасные поступки или приказывал Израилю совершать эти ужасные поступки в историях Ветхого Завета? Таким образом, в нашей Библии есть еврейский религиозный Ветхий Завет, который очевидно был написан для группы людей, исповедовавших другую религию, и это создает проблему. И это включено в нее. И это вызывает так много проблем в понимании того, кто такой Бог для многих людей. И я знаю, что люди как бы замалчивают это или не могут по-настоящему взглянуть правде в глаза. Так что у них есть разные способы справиться с этим. Но я думаю, что если мы будем честны и позволим Богу начать оспаривать наше представление о том, что говорится в Ветхом Завете, и то, что Иисус сказал о нем, когда Он пришел, я думаю, что это начнет менять наше отношение к Ветхому Завету и то, как мы рассматриваем его с точки зрения его цели. Теперь закон подразумевает Бога, который благословит тех, кто его соблюдает, и проклянет тех, кто этого не делает. Теперь это проблема, потому что это означает, что Бог проклинает людей. Теперь я верю, что Бог может даровать благословение только потому, что Он добрый Бог. Он Бог любви. Любящий Бог не проклинает людей. Поэтому мы придерживаемся такого мнения, что нам говорят, что Бог навлекает проклятие, если вы не соблюдаете завет или не проявляете послушание. Что на самом деле сформировало многие наши представления о том, кто такой Бог. Таким образом, доктрина искупления, заменяющего наказание, построена на сфабрикованном фундаменте, что Бог карающий. Другими словами, Он хочет отомстить. Он хочет возмездия тем, кто отвергает его или совершает поступки, противоречащие закону. Реальность такова, что Бог милостив. Сейчас в рамках этой выдумки о возмездии существует мнение, что Он совершает это, потому что Он справедлив и свят. Таким образом, они отделяют праведность и святость от милосердия и любви, как будто вы не можете быть одним без другого. А на самом деле да, Бог справедлив и да, Бог свят. И это никоим образом не противоречит тому, что Он есть любовь. Потому что справедливость — это проявление Его любви. Его святость — это проявление Его любви. Они никоим образом не конкурируют друг с другом. Следовательно, Бог, который карает или хочет этого возмездия своим врагам, и эти враги — те, кто не делает того, что Он говорит. С этой точки зрения полностью противоречит реальности Бога. Кем, по словам Иисуса, является Бог? Я думаю, что проблема заключается в том, что так называемый факт ретроградности Бога на самом деле является мифом. Это действительно мифология. Это неправда. Это мифология, созданная на основе древнееврейского понимания того, кем был Бог. Это евангельское понимание, которое исходит из ветхозаветного представления о Боге, а затем начинает пытаться применить его к тому, как работает Новый Завет. И это, конечно же, то, что они делали в ранней церкви с иудействующими, которые предположительно стали последователями Иисуса. Но при этом они хотели, чтобы все вернулись под власть Нового Завета. И они ходили по языческим церквям, пытаясь вернуть их под власть закона. Поэтому они обратились в Галатийскую церковь, и Павел был так потрясен тем, что этих галатов так легко можно было обратить от благодати в... обратно к системе, основанной на законе, которую они теперь должны были соблюдать. Иисус пришел, чтобы развенчать этот миф. И когда Иисус пришел, Он пришел, чтобы открыть нам Отца, и этот взгляд на Бога в Новом Завете также подтверждается последовательными откровениями, полученными многими пророками. И когда ты начинаешь читать пророков, то, конечно, они все еще писали через свои фильтры. Но они начали говорить вещи, которые отражали совершенно иной взгляд на Бога, чем то, что было в Тории и в ранних книгах, написанных о Боге. Таким образом, можно сказать, что у них было постепенное раскрытие того, кто такой Бог. А затем те, кто начал переводить Библию, которая была их версией на иврите, на греческий язык, потому что греческий был языком, который в основном использовался в том мире. Они начали менять многие слова на новый. Постепенное раскрытие Бога сильно отличается от еврейских слов. И когда вы переводите с иврита на английский, вам нужно взглянуть, я думаю, на Септуагинту, версию, которую они перевели на греческий язык за пару веков до нашей эры, чтобы понять, что они начали менять свое представление о Боге. Постепенно становилось ясно, кто такой Бог на самом деле. Так что они начали говорить о Боге в совершенно ином свете. Что, конечно, было огромным вызовом для их системы верований, потому что вся их система, основанная на законе, была основана на жертвоприношениях. И так пришел Иисус, он был воплощением Отца. И Иисус сказал, если ты видел меня, значит ты видел Отца. Так что это было серьезным испытанием для их системы верований, потому что они верили в единого Бога, и не считали, что Бог один в трех или три в одном. Они видели только одного Бога. Так что когда Иисус сказал, если ты видел меня, значит ты видел Отца. Это было крайне негативное утверждение, которое вызвало у них желание убить Его. Иисус бросил вызов их системам верований, которые были основаны на их неправильном понимании Бога. И это понимание Бога интерпретировалось через систему закона, которое они верили в это. Иисус пришел, чтобы полностью исполнить Ветхий Завет, Закон и Пророков. И Он сделал это, продемонстрировав любовь. И Он стал исполнителем всех Божьих обетований. И Он исполнил обетования, которые были даны в Новом Завете как семя Авраама, которому заранее было проповедано Евангелие, в котором Бог сказал ему, «В тебе будут благословлены все племена земли». Значит, сердце Авраама стремилось к тому, чтобы весь мир был благословлен. И вот Иисус обращается к тем, кто слушал то время. И некоторые из них, возможно, были Его учениками, некоторые из них, возможно, были фарисеями, саддукеями, законниками и другими. Некоторые из них, возможно, просто сбитые с толку люди. Но Он сказал, «Ты слышал, что сказано, око за око, зуб за зуб». Но я говорю тебе, не сопротивляйся злому человеку, но если кто-то ударит тебя по правой щеке, подставь ему и другую щеку. Так вот, это никоим образом не способствовало возмездию. Все было как раз наоборот. Это было «не принимай возмездие и мести». И далее в 43-м стихе говорится, «Ты слышал, что сказано, возлюби ближнего твоего, и возненавидь врага твоего». Но я говорю тебе, что проблема, которую мы наблюдаем прямо сейчас в мире, заключается в том, что полностью противоречит посланию, которое принес Иисус. Но я говорю тебе, любите своих врагов и молитесь за тех, кто преследует вас, чтобы вы могли доказать, что являетесь сыновьями своего Небесного Отца. Так же, как Иисус был Сыном Своего Небесного Отца, если мы хотим быть сынами Божьими, то нам также нужно любить тех, кто может преследовать нас, ни при каких обстоятельствах нельзя ненавидеть своего врага и, следовательно, не прощать его. Так что мы должны понять, что не можем требовать возмездия, если хотим уподобиться Богу. Иисус был примером милосердия и всепрощения. Даже когда его преследовали и в конце концов распяли, он все равно был примером милосердия и всепрощения. А теперь скажи, насколько трудно было бы нам простить кого-то, если бы мы висели на кресте, не могли дышать. Были избиты до полусмерти, подвергались преследованиям и пыткам, а также висели на кресте. Насколько легко было бы нам сказать, «Отец, прости их». Но это именно то, что сказал Иисус. Евангелие от Луки, 23-34. Иисус говорил, «Отче, прости им, ибо они не ведают, что творят». Так вот он не сказал, «Отче, прости тех, кто должен был понести епитимью». Он не сказал, «Отче, прости тех, кто просит прощения». Он просто сказал, «Отче, прости их». Таким образом, силы креста и то, что Иисус сделал на кресте, привели к этому прощению, потому что на самом деле говорится об этом через крест. И это во втором-пятом послании Коринфянам, 19, что Бог во Христе примирил мир, слово «космос», с самим собой, не считая их грехов. Значит, Иисус на самом деле пришел, чтобы раскрыть истинную природу Бога, и эта истинная природа заключается в том, чтобы проявлять милосердие, а не воздавать. Бог действительно возлагает на людей и ответственность за их поведение. Но Он делает это для того, чтобы предупредить их о последствиях их неправильного поведения, если они совершают поступки, противоречащие тому, кто они есть на самом деле. Они действительно подобны Сыну Божьему. И они совершают поступки, противоречащие любви. Конечно, у этого есть свои последствия. Могут быть и естественные последствия. Если ты кого-то убьешь, то, скорее всего, в зависимости от того, где ты живешь, тебя посадят в тюрьму на всю оставшуюся жизнь. Или если ты окажешься в каком-то месте, тебя самого убьют. А теперь скажи, Бог посадил их в тюрьму или Бог их убил. Нет, но последствия есть. Так что Бог хочет, чтобы мы действовали с любовью. Вот почему Он сказал ученикам, Иисус сказал, «Любите друг друга так, как Я возлюбил вас». Теперь Он говорил не только о любви к ученикам в группе из 12 человек. Он говорил о более широкой сфере любви ко всем так, как Он любил их, то есть безоговорочно. Таким образом, цель Божьего суда не наказание. Суд означает вынесение вердикта, подобного тому, как судья выносил бы вердикт по делу, который он слушал, и принял бы решение, основываясь на доказательствах. Теперь у нас есть доказательства того, что Иисус взял на Себя все обвинения, пригвоздил их к кресту, преодолел их и унес смерть в могилу. И мы пошли с ним. Так что мы умерли вместе с ним и воскресли вместе с ним. На основании этих доказательств Божий суд вынес вердикт, согласно которому он невиновен перед всем человечеством. Поэтому, когда Бог выносит вердикт о нашем поведении, Он выносит его не для того, чтобы наказать нас, а для того, чтобы проявить милосердие. И Он всегда восстанавливающий и никогда не карающий. Он никогда не вымещает на нас свой гнев или месть. Это всегда делается для того, чтобы восстановить нас. Итак, Бог выносит суждения. Конечно, Он смотрит на нашу жизнь и говорит, ну что же, это нехорошо, а это совсем нехорошо. Но Он делает это для жизни, а не для смерти. Он делает это не для того, чтобы приговорить нас к смерти или наказанию. Он делает это для нас, чтобы мы могли принять жизнь. Значит, Бог не карающий и не мстительный. Он не мстительный Бог, каким Его представляют многие религии, включая христианство. Конечно, в Ветхом Завете есть много пророческих высказываний, которые прямо противоречат Бога. Так что даже когда понятие наказания подразумевается в Ветхом Завете и в Новом, оно несет в себе значение наказания или исправления ради восстановления, а не возмездий, и мы приняли наказание в качестве возмездия, а не для восстановления. И вот, скажем так, Бог говорит через пророка, «Я не буду вечно бороться и не буду вечно гневаться». Другими словами, я не буду вечно выступать против тебя и не буду вечно злиться. Потому что тогда дух будет слабеть передо мной, а дыхание тех, кого я создал, приведет к тому, что ты умрешь. Если бы Бог боролся с тобой и был разгневан на тебя, ты бы вообще не смог этого вынести. Но реальность такова, что он не сердится на нас. И хотя в Ветхом Завете так и кажется, на самом деле Иисус пришел, чтобы показать любовь Божью, а не гнев Божий. И когда пришел Иисус, он начал раскрывать это. Но даже в Ветхом Завете истинная природа Бога все еще раскрывается в виде проблесков. Прочитай Псалом 103 с 8 по 9. «Господь сострадателен и милостив, медлителен гневу и исполнен любви. Он не всегда будет обвинять и не будет вечно таить свой гнев». Другими словами, да, он может казаться сердитым, потому что видит наше саморазрушительное поведение и не испытывает ненависти к этому человеку. Он не сердится ни на меня, ни на тебя. Он сердится на то, в каком мире мы живем, на то, что мы потеряли свою идентичность. Он сердится на то, что мы упускаем реальность его любви. Но он сострадателен и милосерден, не склонен к гневу и полон любви. Другими словами, любовь преобладает над любыми другими эмоциями. «Я желаю милосердия, а не жертвенности». Итак, Бог здесь, и именно в этот момент пророки начинают определять, какова истинная природа Бога и какой будет истинная природа Нового Завета. Он жаждет милосердия, а не самопожертвования. Так что Он не хочет, чтобы ты приносил Ему жертвы. Он хочет проявить к тебе милосердие. Поэтому, когда Иисус приходит и описывает свое служение и цитирует Исайю 61 в 4 главе Евангелия от Луки, Он опускает утверждение о дне отмщения нашего Бога. Потому что это было заявление, сделанное Исайя со своей точки зрения. И когда Иисус цитирует это, Он не говорит о мести нашего Бога. Потому что неправильное представление о Боге в Ветхом Завете было ужасным, но Иисус заменил их потребность в мести, благодатью и милосердием. Именно это Он продемонстрировал Своим ученикам, благодать и милосердие. Так вот, в книге пророка Исайи 61, 1-2 говорится, «Дух всемогущего Господа пребывает на мне, потому что Господь помазал меня возвещать благую весть бедным. Он послал меня исцелять тех, у кого разбито сердце, провозглашать свободу для пленников и избавление от тьмы для узников, провозглашать что? Год отмщения Господня? Нет, это год милости Господней». Так вот, Он превратил того, кого они считали Богом мести, в Бога любви и благоволения. Это год милости Господней. Итак, Иисус пришел объявить, что теперь все изменилось, потому что Я раскрываю истинную природу Бога, который пришел, чтобы принести благую весть. Потому что Он стал Богом и принес благую весть всем. Он пришел, чтобы соединить разорванную сердечную сеть, исцелить тех, кто был сломлен, раздроблен, поврежден, страдал от боли, провозгласить свободу тем, кто был в рабстве, религиозном плену, в плену системы, основанной на законе Ветхого Завета, которая никогда не могла вернуть им жизнь. Чтобы освободить тех, кто пребывает во тьме неправильного мышления и понимания, кто верит, что Бог разгневался и отступил назад. Они были пленниками этой тьмы. Я был пленником тьмы этого Бога на протяжении большей части моего евангельского воспитания. Я был пленником этой лжи, потому что меня держали во тьме по отношению к свету, который Бог есть свет миру. Поэтому Он пришел, чтобы провозгласить год Господней милости. Божья милость — это милосердие, потому что наш Бог полон милосердия. Иисус не проявлял ни насилия, ни возмездия. Он не приходил и не убивал тех, кто преследовал Его. Он не приходил и не навлекал беду на тех, кто преследовал Его. Он вообще не приходил и не навлекал на них никакого негатива. Что же Он сделал? Он пришел, чтобы продемонстрировать Божью любовь. Он пришел, чтобы продемонстрировать, что Бог не собирается применять к ним насилие. Даже если они распнут Его. Никакого насилия не было. Иисуса преследовали. Иисуса обвиняли. Они пытались убить Его. Они пытались даже в Назарете. Они пытались сбросить Его со скалы. Но каков был ответ Иисуса? Не сердись на них, не приходи и не убивай их в ответ, и не желай, чтобы с ними случилось что-то плохое. Потому что природа Иисуса точно такая же, как у Его Отца. Потому что они одно целое. Любящая доброта — это природа Отца, Сына и Святого Духа. Это любящая доброта. Это и есть любовь по завету, новозаветное выражение того, что такое любящий Бог. Так Иисус упрекал своих учеников, когда они хотели призвать огонь на своих врагов. Иисус остановил забрасывание людей камнями и прелюбодеяния, преодолев их законные требования, возмездие, замене смерти, милосердием. Иисус исцелил ухо слуги первосвященника после того, как Петр отрезал его мечом. Иисус сказал своим ученикам, чтобы они не брали в руки меч. Иисус отказался защищаться, когда столкнулся с физическим насилием и пытками. Потому что Иисус демонстрировал любовь, а не возмездие. Иисус попросил своего Отца простить тех, кто распинал Его. Иисус не искал никакой мести после своего воскресения. Иисус не вернулся и не сказал, «Хорошо, хорошо, я собираюсь отомстить им за то, что они распяли меня на кресте и убили меня». Нет, что же Он сделал? Он хотел, чтобы все последовали за Ним. Он передал им послание о прощении. Иисус проповедовал и демонстрировал послание любви. Иисус призывал своих учеников любить друг друга так, как они были любимы им. Он призывал их любить весь мир. Таким образом Иисус прямо противоречил ветхозаветному повествованию, такое мировоззрение давало последователям закона повод для того, чтобы карать других, требовать отмщения и обвинять Бога в том, что они это делают. Потому что потом они написали, что Бог велел им это сделать, хотя на самом деле я вообще не верю, что Бог это сделал. Таким образом, история о Ноевом потопе, завоевании Ханаана, умиротворении разгневанного Бога, предположительно описанной в книге Иисуса Новина 7, были их интерпретациями событий, которые на самом деле произошли. Жизнь учения и послания Иисуса прямо противоречили друг другу и бросали вызов, потому что они превратили реальность того, кем был Бог как любящий Бог, в место, где они могли использовать свое положение, чтобы зарабатывать деньги и отбирать их у людей. И знаешь, они превращали то, что было местом молитвы, в логово воров. И конечно же, ему это не нравилось. И он противоречил тому, что они делали, и продемонстрировал свою власть изменить их жизнь, потому что то, что он делал, демонстрировало, что тебе нужно полностью изменить свою жизнь. Ты не можешь продолжать так жить. И нам нужно понять, что некоторые из поступков Иисуса были аллегорическими. Предполагалось, что они должны были передать послания. Ты знаешь, люди говорят «да», но Иисус был зол, ты знаешь «да», но он демонстрировал любовь к тем, кто на самом деле мешал людям познать Божью любовь. И конечно же, он бросил им вызов. Он бросил вызов тому, что они были слепыми, ведущими слепых. Они были похожи на побеленные надгробия. Ты знаешь, это все равно была любовь, потому что он любил их так сильно, что хотел заставить их отказаться от своих убеждений и последовать за ним. Он призывал их следовать за ним. Он призвал не только 12 учеников. Он призвал фарисеев, саддукеев и законников. Он призвал их всех следовать за ним. Он хотел собрать их вместе и хотел, чтобы они последовали за ним. Но когда они отказались, он также предупредил их о последствиях их отказа. Таким образом Иисус прямо опроверг предписание закона отвечать насилием на насилие. Бог повелел им не убивать, но закон требовал смертной казни. А как насчет суда? А как насчет справедливости? А как насчет справедливости закона и судебного решения по закону? А как насчет этого? Как нам в некотором роде примирить это? Ну что же, суд не означает наказание или возмездие, как меня учили думать. Потому что я ассоциировал суд или слово судилище с судом над нечестивыми, на котором они собирались получить по заслугам, и будешь навечно отправлен в ад. Именно с этим посланием я был воспитан. Но на самом деле слово осуждение не имеет ничего общего с наказанием. Слово суд это просто вердикт. Таким образом, хотя приговор, вынесенный на кресте и через то, что Иисус сделал на кресте со всем человечеством, не был виновным, невиновным, оправданным и ставшим праведным, все же есть естественные последствия в действии, в потере идентичности и отказе от милосердия. Иисус предупреждал о неправильном использовании суда для возмездия. Не суди, иначе тебя тоже будут судить. Потому что так же, как ты судишь других, будут судить и тебя, и той мерой, которую ты применяешь, будет отмерена и тебе. Это не значит, что Бог собирает совершить правосудие. Но это значит, что в результате вы пожнете то, что посеяли в мире, в котором живете, следуя системе, которая не является любовью. Таким образом, Он предупреждал их, чтобы они не судили людей, и следовательно в ответ получали негативные оценки в своей жизни. Иисус призывал к сдержанности, когда судишь других. То, что Иисус осуждал, было религиозным лицемерием книжников и фарисеев, которые отказались идти по его пути мира, и в конечном итоге использовали насильственное восстание против римлян, они пострадали от последствий того, что они сделали. Иисус предупредил тех, кто пострадает от последствий своих действий, но эти репрессии исходили не от Бога. Римляне вершили суд над Израилем, это был не Бог, который вершил суд, хотя Божий суд над системой действительно пришел в виде храма, был уничтожен в переносном смысле. Иисус не говорил о каком-то грядущем суде в конце света или после смерти, с вечными осознанными муками, сопутствующими суду в аду, или о какой-либо другой форме вечного проклятия. Иисус говорил о том, что произойдет в этом поколении с теми, кто останется в Иерусалиме и пострадает во время осады Иерусалима. Иисус упомянул Гиенну, неправильно переведенную как ад, которая была мусорной свалкой за пределами Иерусалима для нынешнего суда, а не вечным наказанием в аду в конце света. Они поймут, что если они будут продолжать следовать системе Ветхого Завета, то в конечном итоге могут застрять в Иерусалиме, и это повлечет за собой серьезные последствия. Итак, когда Иисус говорил о скорби, описанной в Евангелии от Матфея 24, это было в контексте предупреждения о том, что храм и Иерусалим будут разрушены в том поколении, которое за ним следят, а не когда-нибудь в будущем, на краю света. Зачем он их предупредил? Потому что он не хотел, чтобы они проходили через это. Он не предупредил их, сказав ха-ха. Он предупредил их, как курица, которая хочет собрать своих цыплят под свое крыло, чтобы защитить их. Бедствие действительно имело место в истории, как описано еврейским историком Иосифом Флавием в книге Римских войн, и он записал все, что произошло во время их восстания. И это действительно произошло не потому, что Бог расстроен и зол. Но это было следствием их жестокого восстания против римского владычества, которое привело к тому, что они пострадали от римских последствий подавления этого восстания. Иисус не радовался грядущему суду над Иерусалимом. Иисус плакал над Иерусалимом, потому что предвидел грядущий суд. Он предостерег их и пожелал, чтобы они спаслись, последовав за ним из Иерусалима. Теперь, образно говоря, они последуют за ним из Ветхого Завета и из системы Закона в Новый Завет, который находится за пределами города. Таким образом Иисус был распят за городскими стенами. Таким образом Иисус хотел, чтобы они последовали за ним в реальность Нового Завета, который он нес. Теперь Зелоты яростно восстали против римлян, и именно Рим в конечном итоге разрушил город. Божий суд был направлен против системы права. Он пришел к выводу, что она не способна вдохнуть жизнь в кого-либо, не способна никого спасти. На самом деле ее описывали как школьного учителя, который учит людей, что нельзя соблюдать закон. Ты не сможешь сделать это своими силами. Ты не сможешь сделать это своими собственными делами. Тебе нужна благодать. Закон не смог никого спасти, и он не судил отдельных людей. Это была система, которая была объявлена сломанной и не подлежащей исправлению. Каждый человек может быть восстановлен, стать целым, каждый обязательно, даже те, кто остался в Иерусалиме и был просто убит и брошен в гиенну. Это была всего лишь временная физическая смерть. Это была не вечная смерть. Это не было вечным наказанием. Они могли бы избавиться от этого, приняв Иисуса. Ветхий Завет устарел и полностью исчез, как это описано в послании к евреям. Значит, Бог милостив. Бог восстанавливает силы. Так что любая религиозная попытка сделать вывод о вечном наказании, это мифология. Греческие слова, которые переводятся как вечное наказание, употребляются так из-за предвзятого отношения к подтверждению. Люди переводят их именно так, потому что они ассоциируют эти слова с понятием ада, как оно преподается в евангелической версии. Что на самом деле означают эти слова? Ну что же, греческий термин, обозначающий вечное наказание, является неправильным переводом, но греческое слово «енос» не означает «вечно». Значит, это не «вечно». Это означает, что оно относится к определенной эпохе или к определенному периоду времени. Слово «классис», которое расшифровывается и переводится как «наказание», означает «не наказание ради наказания». Другими словами, возмездие, а исправление или наказание за то, что кто-то изменился. И на самом деле «классис» изначально был термином, который описывал обрезку виноградных лоз, чтобы они приносили больше плодов. Теперь вы не наказываете виноградные лозы. Вы не идете и не выдергиваете их, не уничтожаете и не убиваете, если они не приносят достаточно плодов. Вы ухаживаете за ними, выращиваете их, подрезаете и ухаживаете за ними, чтобы они были более плодоносными. Таким образом, «энеос колассис» — это не мучение мстительного бога-карателя, а реабилитация на определенный период времени, которая очищает потерянных людей от их ложной идентичности. Вот в чем дело. Ты переведешь это по-другому, если исходишь из точки зрения, согласно которой бог настроен и зол, и он собирается обрушить на тебя свой гнев. Если ты не будешь держаться за леску, если ты не веришь в правильные вещи, если ты не последуешь за ним, реальность такова, что это вовсе не бог. Истина в том, что истинная природа бога восстанавливает силы. Бог не требует умиротворения божественного гнева, но желает, чтобы все в конечном итоге осознали свое примирение и спасение, и вошли в его любящую доброту и благословение. Павел, который сам испытал на себе милосердие, понимаешь, если бы бог хотел быть зол, это могло бы быть направлено против Павла, который убивал христиан и был там, когда Стефана забрасывали камнями, и он преследовал верующих. И все же бог встретил его. На самом деле бог был в нем, и все это время стремился раскрыть эту истину. Потому что Павел также был взят на смерть вместе с Иисусом и возвращен к жизни воскресшим. Таким образом, Павел раскрывает милосердие в послании к римлянам. Он испытал милосердие на себе. Он явил милосердие. Как он это описал? Бог обрек каждого на непослушание, чтобы он мог помиловать их всех. А что это такое? В Божьих расчетах говорится, что большая часть человечества находится в ловушке неверия. Это делает все человечество достойным его милости. А в послании к римлянам 2.4 говорится, что Божья доброта ведет людей к покаянию. А теперь еще раз повторю, что слово покаяние, неправильно переведенное с латинского табу, на самом деле означает согласие с его мнением. Таким образом, Божья доброта заставляет нас соглашаться с ним в том, что мы прощены, а не боятся его гнева и возмездия. В послании к римлянам во 2.4 не стоит недооценивать доброту Бога. Богатство его доброты и решительный отказ расстаться с нами объясняются тем, что он продолжает слышать в нас отголосок своего подобия. Таким образом, его терпеливая страсть заключается в том, чтобы подтолкнуть каждого к радикальному изменению мышления. И именно это на самом деле означает. Нам нужен радикальный сдвиг мышления, чтобы перестать думать в соответствии с древом познания добра и зла, гуманизмом во всех его формах, будь то религиозно или нет, и радикально изменить свое мышление, чтобы принять милость и доброту Бога, который любит нас. История Ранней Церкви первых учеников Иисуса и тех, кто следовал за Ним в течение по крайней мере 200 лет или около того, подтверждает ту истину, что они вообще не были сторонниками войны или насилия. Никакой мести ты не найдешь в Ранней Церкви. Большинство отцов Ранней Церкви в этот период верили, что жестокое возмездие было чуждо истинному Духу Евангелия, которым была любовь. Подставь другую щеку. Люби тех, кто тебя преследует, молись за них. Итак, самая главная причина, по которой люди верят в жестокость Бога, это вера в непогрешимость Библии. И следовательно, в чтении Ветхого Завета, в частности, буквально без учета его контекста, аудитории, оригинала аудитории, не через призму Иисуса, живого Слова Божьего. Так что же там написано? Буква убивает, но Дух оживляет. Итак, ты можешь читать Библию таким образом, который несет смерть людям, или ты можешь читать ее через Иисуса, живое Слово Божье, истину. И через эту призму она может принести людям жизнь. Итак, сторонники Соула Скрипча, то есть только Библии, вот что означает это слово, Соула Скрипча, только Библия. Это учение, которое является евангельским учением, заставляет людей относиться ко всему в Библии как к абсолютно исторически точному, абсолютно истинному, абсолютно безошибочному и непогрешимому. Таким образом, люди даже читают некоторые вещи, которые написаны как ложь, и они могут сформировать доктрину из этой лжи и сделать ее истиной. Потому что, что же так сказано в Библии? И ты можешь доказать практически все, что написано в Библии, если действительно захочешь и будешь стараться изо всех сил. Но реальность такова, что Библия не является безошибочной и непогрешимой, и она не была написана таким образом. Она была написана в виде историй, которые писали люди. Некоторые из них вообще не соответствовали действительности. Это был их взгляд на то, что якобы сказал Бог, или что они сделали. И другие вещи были написаны с точки зрения, которое полностью противоречило истинной природе Бога. Таким образом, такой взгляд на это, такой способ евангельского толкования Библии, заставляет людей верить, что изображение Бога и история возмездии, встречающиеся в частях первой Пятикнижия и другие отрывки из Ветхого Завета, буквально полностью соответствуют действительности, и произошли именно так, как они были написаны. Они вынуждены в это верить, потому что с их точки зрения, они как бы думают, что что-то не может быть абсолютной правдой, и это полностью меняет их точку зрения на все происходящее. Значит, они придерживаются мнения, что все это правда. А потом им приходится как бы прыгать через обручи, чтобы понять, как это работает. Путаница, с которой они сталкиваются, заключается в том, что иногда он карающий, а иногда восстанавливающий. Так что он в некотором роде двоемыслящий, непостоянный, ему трудно доверять, и это создает проблемы многим людям. Ну а что если Бог сегодня как бы не на той стороне? А что если он сегодня как бы расстроен и зол? Ну что же, это не так. Бог добр. Бог добр. Бог полон любви, радости и покоя. Евангелисты вынуждены признать, что он Бог взаимного наказания, жестокого возмездия, войны, а также что он Бог любви. И они не могут примирить эти вещи. Они очень стараются, но на самом деле у них ничего не получается. И они оправдываются тем, что Бог справедлив и свят, поэтому не может просто так простить грех. Лично я считаю, что было бы лучше, если бы мы просто прислушивались голосу Иисуса и следовали за Ним, вместо того, чтобы пытаться интерпретировать и понимать все эти вещи, которые очень сбивают нас с толку. Так что нам нужно понять истину о том, кто такой Бог, через призму Иисуса, чтобы увидеть, что Он действительно есть любовь. Что Отец, Сын и Святой Дух, абсолютно едины как семья в отношениях. Между ними нет никакой разницы и никогда не было. Требуется деконструкция, чтобы избавить нас от этих ложных доктрин, чтобы мы могли распознать истину о том, кто такой Бог на самом деле. Иисус пришел, чтобы помочь нам вернуть Бога Восстановителя и отвергнуть, что Бог сердится и гневается. Бог Возмездия был подобен Малеху, Ваалу, Дагону, Ашере и так далее, которым нужно было, чтобы их поклонники убивали их детей или других козлов отпущения, чтобы успокоить их гнев или завоевать их расположение. Это не наш Бог. Бог Возмездия во время Ноева Потопа, Ханаанского завоевания, смертная казнь действительно вызывает отвращение у всего мира. Вот почему так много атеистов, потому что их отталкивает представление о любящем Боге, который внезапно сказал бы, ну что же, если ты не последуешь за мной, я убью тебя или накажу навечно. Я имею в виду, что они отвергли этого Бога, и на самом деле пришло время всем нам отвергнуть этого Бога. Бог Восстановитель учения Иисуса, это замечательный и любящий Отец, который неустанно преследует нас, который никогда не сдается, и он милосерден и восстанавливает силы по своей природе. Его решение для злых людей состоит в том, чтобы перевоспитать их. Реабилитация должна проходить через очищение, а не через вечное наказание и мучение. Чтобы все, что мешает им принять его любовь и установить с ним отношения, было удалено, она будет полностью поглощена всепоглощающим огнем его любви. Мы все так или иначе проходим через огонь. Мы можем пройти через огонь трансформации в этом мире или в следующем. Но мы будем проходить через это до тех пор, пока не придем к пониманию того, кто есть Бог на самом деле и не примем его милость. Следовательно, религия, основанная на прощении посредством кровавых жертвоприношений, несовместима с Богом, который есть любовь. Это двуличная теология, которую мир отверг, потому что она токсична и приносит ядовитые плоды. Большинство христиан, к сожалению, запятнаны ложью, что мы верим в то, что Бог таков. Поэтому, когда мы говорим о том, чтобы быть христианином, многих людей это отталкивает, потому что они видят этот тип теологии в слове христианства. Вот почему мне действительно не нравится, когда меня отождествляются религия, это то, что значит быть христианином. Я хочу, чтобы меня считали последователем Иисуса, последователем Бога, но не тем, кто верит в мучения, наказания и возмездия. Таким образом, истина, которую открыл Иисус как явный образ Бога, заключается в том, что если ты видел меня, значит ты видел Отца. Бог милостив. Его любовь в доброте никогда не заканчивается. Его любовь никогда не прекращается, никогда не сдается и никогда не терпит неудачу. И эта любовь вечно, потому что вечен Бог.